На фоне вот очень таких смелых, таких вот, ну, как они себя так представляют, смелыми, мощными, такими спортивными ребятами, которые, когда нужно там Тимоти, да, что-то написать, там, когда Тимоти хочет концерт провести, там, не дать ему концерт провести. Тумсо, у Кавказа не может быть столицы, Кавказ очень сложный организм, с ним требуется работать совсем иначе, чем Франция или Турция с телом Кавказа, надо работать совсем по-другому. Ну, нет, я не согласен. Тумсо, каким ты представляешь союз кавказских народов, нам стоит ли стать как типа одним государством, где есть столица Кавказа? Ну, не знаю, я думаю, это тоже можно рассмотреть. Одним государством становиться, я думаю, ну, по крайней мере, сейчас точно об этом речи быть не может. А вот, чтобы была столица этого союза, как, допустим, столицей Евросоюза является Брюссель, к примеру, здесь есть такая столица. И чтобы у нас, могло бы у нас быть нечто подобное? Да, почему нет? Это ведь развивает эти страны, где находятся эти вот... Обратите внимание, как они грамотно тут сделали в Европе. У них, допустим, Европейский... Как его? Совет... Еврокомиссия, да? Еврокомиссия и Совет Европы, как, что у них находится в Брюсселе. Европейский парламент... А, нет. Европарламент... Европарламент, Совет Европы и Еврокомиссия, они все находятся в Брюсселе. Совет Пассе, который... Парламентская ассамблея Совета Европы находится в Страсбурге. Международный суд находится в Гаге, ООН находится в Женеве. То есть, они все разбросали по разным странам, разным городам, причем не обязательно даже по столицам. И это делают... Делают эти города, эти страны, делают их актуальными для каких-то политических процессов, экономических процессов. Это их развивает. Поэтому это... В целом это очень полезная такая тема, полезное явление. Конечно, нам бы тоже стоило это практиковать. Но говорить о том, чтобы быть одним каким-то унитарным государством, это сегодня не представляется возможно. Да и нужно ли нам это? Я думаю, нет. Потому что у Кавказа не может быть столицы. Кавказ очень сложный организм. С ним требуется работать совсем иначе, чем Франция или Турция с телом Кавказа. Надо работать совсем по-другому. Ну нет, я не согласен. Кавказ это не другое. Это то же самое. Нет никакой разницы. Кроме как нахождение в разных географиях. Больше никакой нет разницы. И наоборот, для нас это не проблема. Какую-то одну столицу какого-нибудь кавказского государства сделать ее столицей общего Кавказа. То есть сосредоточить там общекавказское правительство. Как вот Еврокомиссия, Евросовет сосредоточить на Бюсселье. Взять там, сосредоточить, скажем, в Тбилиси, например. Сосредоточить в Тбилиси Совет Кавказа. Кавказская комиссия. Ну это я просто сейчас по примеру Европы говорю. У нас это все может называться по-другому. Сосредоточить в Черкесске, например, в суд какой-нибудь общий кавказский. Где-нибудь в Махачкале, например, парламент. В Магасе еще что-то. В общем, сделать, актуализировать, понимаете, эти наши города. И не обязательно делать только в столице. В этом можно использовать другие города. Было бы желание, была бы возможность. В этом нет проблем. Разве ты не согласен с тем, что пока Кадыров у власти, Чечня держится в ежовых рукавицах в том плане, что она не портится так же, как и Дагестан. Конечно, нет, я с этим не согласен. Вы смотрите какие-то вещи, которые для вас актуальны, являются для вас проблемными в Дагестане. Это какой-то разврат, какие-то моменты. И вы видите, что в Чечне, допустим, это пресекается, этого нет, и вам кажется, что там положение лучше. Но вы поймите, что попробуйте посмотреть на это нашими глазами. Для нас совершенно другие вещи являются более проблемными, актуальными. То, что вы считаете большей, допустим, проблемой, для нас это является меньшей проблемой. У нас, извините меня, женщин из дома забирают, похищают, и мы не знаем, где они находятся все это время. Братьям высылают фотографии их сестер в непристойном виде. Вы считаете это лучше, чем, скажем, концерт Егора Крида в Дагестане, например? Просто вот с Абум я взял этот пример. Ну, понимаете, вы со своей стороны смотрите для вас, о, вот концерт Егора Крида, проблема. Да, я не говорю, что это хорошо. Но здесь проблемы посерьезнее. Здесь к тебе домой приходят вооруженные люди, представляющие российскую власть, оккупационную, забирают тебя и женщин из твоего дома. Месяцами ты не знаешь, где они находятся, что с ними там делают. У нас проблема гораздо более серьезная. И говорить о том, что пусть лучше так, а мы не должны из чего-то выбирать. Мы должны в целом, да, и то нехорошо, и это, и это все, об этом, обо всем говорить, но думать, что в Чечне положение хорошее, оно лучше, чем в Дагестане, да перестаньте. В каких-то моментах, да, что-то там, возможно, что-то лучшее. Но то, что хуже, этого гораздо больше. Проблем очень серьезного у нас гораздо больше. Еще, кстати, вот актуально по поводу Дагестана. Сегодня вот эта девочка, выпускница, высказала эту позицию. Сказала, что Путин черт, публично. И это реально смелый поступок она сделала, на фоне особенно, на фоне вот очень таких смелых, таких вот, ну, как они себя так представляют, смелыми, мощными, такими спортивными ребятами, которые, когда нужно, там, Тимати, да, что-то написать, там, когда Тимати хочет концерт провести, там, не дать ему концерт провести, вот в этом, в этот момент у них, да, и смелость находится, и, значит, решительность, и слова они находят, подбирают жесткие, такой, такой кавказский менталитет проявляется. Но вот эта вот ситуация, когда он должен был проявиться, когда вот это массовое неприятие этой агрессии, когда массовое должно было идти, массовое противостояние пропаганде, чтобы наши люди из наших кавказских народов не ехали пушечным мясом погибать в Украине, когда нужно было объяснять, что украинцы нам не враги, враги нам россияне, да, Россия наша, наш враг. Вот в этот момент этих, не хватает этого мужества, этой смелости, у этих смелых ребят. Зато этой смелости и мужества хватило дагестанской девочке-выпускнице. Парадоксально, да? Это пример того, как какие-то тяжелые ситуации, моменты, они выявляют истинных храбрецов и фейковых, надутых храбрецов. Субтитры создавал DimaTorzok